добрый день сегодня наша тема это новые системы водоочистки которые мы разрабатывали более уже там трех четырех лет я вам сегодня представлю что из себя не представляет и так новые системы водоочистки компания грунбек вкратце я сегодня остановлюсь на трех видах установок это установка оксидирования ферролик м а фильтровальная система фильтра лик л.а. и ультрафильтрация эта система ультрафильтрации ультралик sb и м а и так начнем с установки оксидирования фермалик м что он из себя представляет это водоподготовка для водоочистка для удаления механических загрязнений в первую очередь а также обезжелезья не удаление марганца но это еще не все кроме этого включает очистку сложных вод с низким уровнем ph удаляет аммоний а также выводит сероводород это все делает одна установка то есть в комплексе железо марганец уровень ph повышает удаляет аммоний и сероводород что раньше мы делали в основном на трех четырех или пяти даже установках это сейчас справляется одна новая система ну вкратце о химии воды что из себя представляет железо марганец в природе вы знаете что вода железо и марганец бывает в растворенном и нерастворенном виде если железо и марганец в растворенном виде его очень сложно немножко очистить что вода в принципе чистая прозрачная но присутствие железо марганца есть и в основном состоит в виде гидрокарбонатов хлоридов сульфатов и нитратов как по железу также и по марганцу все эти формулы вы видите подробно не будем останавливаться на все слышали что гидрокарбонат хлориды сульфаты нитраты и это все самое сложное что нам надо удалять из воды как мы это будем удалять очень просто нам надо просто добавить кислород вы видите вода само собой разумеется и после этого при поступлении кислорода образуется нерастворимый гидроксид железо и оксид марганца внизу приведены форму и вот с правой стороны видно как вода из мутной становится скажем так в более прозрачную схлопим виде оранжевого осадка или виде белого осадка убил белокрасного в случае с марганц эти хлопья у нас изменяет цвет воды то коричнево-красного при воздействии с кислородом как нам делать так чтобы мы получили много кислорода в воде дальше рассмотрим скорость окисления напрямую зависит от уровня ph это самый важный момент вы видите здесь на таблице небольшая схемка чем выше уровень ph тем быстрее у нас будет растворение выпадение в осадок то есть тем быстрее мы образуем наши хлопья и тем самым мы из растворенного железа и марганца переходим в ней растворенным то есть наш полученный ход и так для того чтобы удалить серый водород железо аммоний или марганец или метан из воды нам на каждый миллиграмм того или иного элемента вот в этой таблице видно что для допустим метан удалить надо 4 миллиона кислорода 1,9 миллиграмм кислорода если мы серый водород хотим удалить по железу нам чуть меньше потребуется у аммония более большие потребности 3,6 миллиграмм кислорода на 1 миллиграмм аммония и по марганцу нам 0,29 миллиграмм кислорода на 1 миллиграмм марганца в первую очередь также и будет удаляться в первом случае метан потом идет серый водород потом будет железо аммония и в самую последнюю стадии будет переходить в растворенный вид естественно марганца то есть первое что мы видим мы видим добавлять кислород сначала мы заберем 4 миллиграмма кислорода на удаление метан на потом на серый водород 1,9 следующий водород железо потом на аммонию идет лишь и остаток кислорода 0,29 миллиграмм уже только в том случае будут переходить непосредственно для окисления марганца то что касается аммония вы знаете что аммоний такое состояние оно бывает в разных видах в зависимости от того как проходят дожди как сколько там где-то в каких-то местах было там удобрений различных где рядом сельское хозяйство и так далее и так далее и этот основной колеблющийся уровень это аммоний и подугадать именно вот системы с засыпными фильтрами чтобы выделять именно аммонию очень сложно и для этого чтобы не мучиться с расчетами фильтровальный засыпок и различным другого типов мы приду наши программисты придумали систему я сейчас покажу принципиальную схемку которая позволяет нам независимо от того что у нас там содержится как у нас содержится и удалять вот этот как варилиющийся аммоний а также железо магнит сероводород все что я перечислил без проблем окислять и потом отфильтровывать и выводить система скажем это не новая система принцип работает все знали прекрасно как она существует просто были различные различные фильтра с различными засыпками сейчас это все сделали скомплектовали в одну систему и вот эту систему вы видите на съемке с левой стороны где надпись грюнбек мы берем артезианскую воду и подаем в нашу систему фильтрацию фильтра большой насыпной фильтр сверху видите форсунка вода разбрызгивается в виде каплик вот здесь ниже с левой стороны воздуходовка указано то есть мы забираем воздух с улицы чистый воздух как раз нам нужны кислород и с помощью воздуходовки мы можем себе позволить столько кислород набрать сколько нам необходимо для удаления все всего что там этой воде находится то что окисляется окислить первая задача нам естественно окислить то есть вода распрыскивается в виде дождя по виде капелек подается воздух этой системы при реагировании капелек с потоком воздух у нас как раз происходит не окисление и попадая непосредственно фильтровальный материал из этого до растворенные частички они переходят не растворенные образуют хлопья и мы можем свободно на следующих последующих многослойных засыпках отфильтровать и очистить данный материал после того как вода отфильтровать подается насоса непосредственно уже к потребителю заказчику воды система имеет обратную промывку очень интересно не надо дополнительных насосов или каких-то систем вы видите тут с правой стороны с правой стороны вот этот накопительный бак он имеет как бы можно сказать компенсационный бак мы его заполняем полностью здесь у нас стоит мембрана вот то есть этот бак у нас находится под давлением и в случае обратной промывки то есть когда фильтр у нас начинает добиваться грязью пришло время его промывать с помощью магнитных лобанов мы переключаем из этого бака получается воду под собственным давлением без насоса без ничего обратно в наш фильтр через нижнюю заборную форсунку и вот здесь зеленым цветом вода видите выходит и смывается в канализации то есть очень простая система не требует дополнительного насоса промывочного что немаловажно еще хочу сказать что данная система не требует никаких химических реагентов то есть это чисто механическая система которая у нас позволяет окислить железо марганец а также из этих вот сероводород аммоний и естественно получить хорошую качественную воду как она выглядит установка сейчас я вам покажу вот вот с правой стороны наша система это большой какая сам фильтр черная это у нас как раз система воздухоотвода с правой стороны вы видите сверху оцинкованный бак бак у нас оцинкованный не нержавеющий бак оцинковать если бы нержавеющий бак был бы это было наверное сильно дорого стоило поэтому бак он полностью оцинкованный мы его не стали красить в зеленый цвет потому что немножко сейчас переходим более другие цвета и поэтому чистая оцинковка вы видите с одной стороны подается сверху вода и скважину или из источника питания и подаем воздух дальше воздух лишний который у нас уже отработал кислород забрал на окисление он выдавается обратно просто в канализацию не канализацию воздух кроме этого есть также подключение канализации потому что капельки воды будут скапливаться и тоже сбрасываться вот название ферма вик ма 5000 само название ферма это произошло от двух это ферма это железо им им а это марганец поиск ликвид вы знаете что наши все системы сейчас называется с помощью лига там софт лик верно ли и так далее и так далее это начать ликвидец это вас и вода или интеллигент и последнее это что из себя это сама установка м это м а это генера а это тип установки то есть первая разработка м размер и 5000 это у нас производительность то есть если стоит ма 5000 что значит это 5000 литров или пять кубов в час ну это вкратце название самое большее самое хорошо познакомиться с установкой когда мы имеем практическое применение у нас есть небольшой образец опытный с ним давно начали заниматься это испытание на фермерском хозяйстве мы взяли одно независимое предприятие которое не было подключено к системе водоснабжения городского естественно не была своя скважина хозяйство составляет состоит из 900 голов крупного рогата скота суточное потребление воды необходимо было 20-30 кубических метров и естественно они использовали собственные погло скважину погружной насос и питали данной водой свою ферму качество было очень сложное очень большое содержание часто сероводорода превышал уровень железа и марганца и колебающиеся показания по аммонию раньше они устанавливали установку дозирования перманганата кальция и удаление железа и марганца на установке мнц 5019 наше предыдущее поколение система как это выглядело фильтрованного установка мнц с помощью дозирования перманган калия вот анализ воды 17-го года здесь видите железо аммони и марганец мы взяли основные компоненты при норме 0,2 ну в россии 0,3 миллиграмма при аммонию 0,5 миллиграмм и марганец 0,05 вода на входе обратить внимание было по железу 40 0,45 миллиграмм аммония 4,8 и по марганцу 0,3 то есть превышение существенно после установки мнц мы смогли добиться по железу норму но не смогли удалить марганец в достаточном количестве потому что не хватало просто-напросто не хватало нам молекул кислорода для этого количества 4,8 миллиграмм пролитр марганца это конечно очень много и естественно аммони и по марганцу мы его вообще не могли удалить на этой установке он как он был в принципе так и остался через определенное время следующий вариант мы поставили нашу систему фермалик ввели в эксплуатацию сентября 2017 года и сделали новый анализ воды анализ воды был в принципе тех же в районах железо превышало по аммонию превышал нормы естественно марганца после того как систему запустили в эксплуатацию мы получили на выходе по железу 8 тысячных миллиграмм пролитра по марганцу по аммонию 0,05 миллиграмм и по марганцу естественно 0,001 то есть данная система фермалик справилась с этой сложной водой очень вода очень сложно 0,3 миллиграмма и больше одного грамма железа то есть мы вышли на скажем так и практически идеального вода следующий вариант это ну естественно компания гринбек не делает ставку на одном каком-то предприятии только на фермерском хозяйстве или каком-то одном предприятии мы естественно в то время испытывали сразу несколько вариантов и одним из вариантов это используем на фабрике файперхольц в германии большое перерабатывающее предприятие данное предприятие имела существующую систему овероватор знаете наверно тоже производительный установок на с правой стороны на картинке видно что она себя представляла система конечно опять же засыпные фильтра с различными фильтральными засыпками объем воды 30 кубов в час у них кроме этого был стоял дополнительная скважина потому что городская вода все-таки дорогая и они дополнительно подпитывали от 1 до 18 кубов скважины воды и в общую систему в некоторых вариантах содержанием брали пробу воды содержание железо составляла 14 миллиграмм там одна или три десятка три целых там 50 целых 14 миллиграмм это очень сложно да кроме этого уровень пляж был 6,3 то есть вода скажем так очень кислая была естественно при использовании нормальной установки мнц или фэцет удалить железо в таком большом количестве при таком низком уровне ph практически невозможно необходимо дополнительно ставить дозирующие насосы дозировать перманонкали и каскадную систему фильтров ставить так вот наша система как она выглядела вот внутри сделали фотографии и вот внешний вид воды был взяли пробу после того как отдали воздух и вот мы получили такую красную воду естественно это уже вода окислилась железо и марганец постепенно попадает в осадки и после системы мы видите получаем скажем более чистую воду при вводе в эксплуатацию по уровню железа на входной воды мы замерили 126 миллиграмм это еще больше чем нам сказали ранее системы после того как установили систему фермалик и отдули и окислили воду мы вышли в норму со 126 миллиграмм на ноль целых двадцать пять минут мы практически до добрались но это 126 миллиграмм в литр железо воде это экстремальные конечно показания установка работала долгое время скважину начали прокачивать промывать и выяснилось что вода просто застоялась и в сырой воде в астезианской воде было оказывается всего лишь восемь целых семьдесятых миллиграмм железа просто когда вода постоянно работает постоянно откачивается то есть уровень железа у нас был в исходной в сырой воде восемь семь миллиграмм пролитр ну естественно после этого восемь семь миллиграмм конечно было легче отделить и мы отделили его до ноль целых семи тысячных миллиграмм пролитра то есть полностью железо мы исключили вот внешне так выглядит вся система многозаслойная засыпка вот здесь в этом оцинкованном баке правой стороны как для удаления всех нерастворенных частиц фильтровальная засыпка используется в гену ферманит для удаления железа марганцы и аммония кроме этого вы видите здесь левой стороны по центру к нашей картинке это компенсационный бак он предназначен для промывки не используя фильтровальную систему то есть данный бак находится под давлением до 6 атмосфер и когда пришло время промывки или по времени или по разнице давления на входе и выходе в системе автоматика срабатывает включает систему в промывочный режим и вода из этого бака своим под под своим собственным давлением просто-напросто промывает нашу систему в обратную сторону и умывает хлопья грязи которые мы окислили и отфильтровали на нашей системы непосредственно в канализации этом и так здесь у нас еще есть лицевая панель где у нас пульт управления и естественно сама система работает полностью в автоматическом резину и так вкратце о том что из себя представляет фирмалит это многофункциональная система позволяет редуцировать железо марганец аммони и нерастворенные частицы удаляет терроводород и повышает уровень ph благодаря отводу углекислорода то есть co2 мы выдуваем и из воды и получаем у нас повышается автоматически без реагента повышается уровень ph система у нас полностью закрыта сопловое распыление с конусом наверху воздуходувка для распыления используется обратная промывка чистой водой из компенсационного бака что чем я недавно вам говорил контроль промывки подачку давления и даже по времени может быть система также оснащена сбросом первичного фильтраты и устанавливает в полном автоматическом режиме следующая установка фильтр алик она очень простая это на замену наших многослойных фильтров м с фильтр системы тем кто знает предыдущий наши модели это и на м с фильтра и на мат которые вели также лековскую голову засыпку различную или активированный уголь или для увеличения кислотности или просто для очистки удаления механических принцип работы у него также самок у того сеть ну той системы предыдущий только мы здесь немножко поменяли принцип работы не принцип работы а саму систему и сделали нормальный бак с пневматическими клапанами то есть гарантированно что не будет клапана выходить из строя у нас здесь пневматические задвижки знаете срок службы пневматических задвижек самое малое это 10 лет а то все 20 и 30 система очень простая видите с левой стороны только большое количество клапанов естественно пробывки для первичного фильтрата и когда ли и что нам не хотим еще здесь это конечно воздух для управления пневматическими задвижками то есть необходим потребуется небольшой компрессор который будет управлять всей этой системой назначение это удаление механических загрязнений если мы используем активированный уголь то естественное улучшение вкусовых качеств а также эта система может быть использована для приготовки для систем окисления то есть для предыдущей нашей кнопки которых название так же само фильтрали то есть это слова фильтр то есть фильтрация воды и остальные подранные лиги понятно и тело это естественно тип установки и 16 лишь также как я говорил это то есть 16 лишь литров в час то есть 16 кубов довольно большая система и так я уже упоминал может быть используется многослойная засыпка или активированную кроме этого нам потребуется компресс для работы пневматических задвижек наших нема клапанов воздуха дурка для улучшения обратной промывки опять же скажу это возможность подключения воздухоходовку к системе если проведем анализ и возможно так что даже и не потребуется воздухоходовка в некоторых случаях вода несложна то его можно а также насос для промывки очищенной водой если нам нужно использовать и естественно шкаф управления как это все на принципиальной схеме видеть вы можете здесь посмотреть в нашу систему повышения давления или скважина насос будет стоять дальше мы используем компрессор компрессор также добавляем немножко воздух в систему и далее на систему фильтралик идет охлада после системы фильтралик вода отфильтроваться может уже подаваться на любую другую систему которая используется у нас для очистки воды это может быть или обратный осмос или фильтрации и далее уже до надо очистку наборе качественную воду и непосредственно письмо это просто образец естественно при подачи заявок на подготовку предложения и комплектация оборудования мы основываемся на качестве воды то есть при отправке заявки на подготовку проекта или разработку комплектации оборудования естественно первую нам очередь за заполненные опросы прислать и анализ воды после этого по заполненному опроснику пока по анализу воды мы вам приготовим полный комплект оборудование которые вам непосредственно понадобится для почистки данной воды которые вы веке фильтровать очищать опять же данная механическая система у нас опять без реагентов используется но в случае если вода сложная компенсационные досадки всегда можно добавить систему различными дозирующими реагентами для этого есть специальные насосы дозирования или кислотные или шелочные или для связывания кислорода это все зависит также опять же от анализа воды на входной воды и от требований которые нам надо получить на выход различные системы помогут используя различными методами и есть несколько образцов последовательные параллельные подключения различных систем аффектации я думаю там в этой системе ничего сложного не будет сейчас более подробнее остановиться на следующей новой установки это установка ультрафильтрации мы назвали ультралик ультралик но естественно слова ультрафильтрация что она себе представляет я думаю мы сегодня быстренько познакомимся определимся что нам надо для того чтобы система работала также были вопросы по ультрафильтрации какую воду как рассчитывать надо я на этом также немножко вкратце остановлюсь итак принцип работы вы видите с левой стороны мы их называем эти трубки спагетти эти трубки у нас большом количестве находятся в трубах высокого давления и как раз через трубки вода поступает грязная вода поступает систему и отфильтровывается через стенки этих трубок то есть грязь попадает вовнутрь там задерживается и через стенки у нас выходит чистая очищенная вода степень очистки как и все ультрафильтрационная установка 0,02 микрометра у нас все нерастворенные загрязнения очищаются убираемые мутности цветность кроме этого на данных системах задерживается обратите внимание бактерии вирусы прочими организмах то есть вода у нас практически обеззараживается не используя химических реагентов применяется я уже говорил микротрубки вот эти мы еще называем на газпакете вы видите что большое количество метров трубок и вода поступает то есть площадь фильтрации очень большая у нас получается за то что мы используем большое количество и принцип фильтрация внутренне и наружным почему внутренне и наружным почему так назвали то есть мы подаем грязную воду во внутрь а снаружи через наружные стенки у нас вода выходит уже отфильтрованная отфильтрованная вода и со степенью очистки 0,2 микрометра мы сделали две системы ультрафильтрации это ультралик сб был здесь она как раз приведена на схеме и все представляет увидите сзади трубы высокого давления которых как раз запаяны наши спагетти ультралик сб повторимся производительность от 500 значит от 500 литров до двух кубов для небольших коммуникаций частных домов мы используем мембраны на 4 гимовый трубы высокого давления черного цвета вот как раз сзади вы видите там четыре штучки нарисованы и обратную промышку мы здесь делаем также из компенсационных баков которые расположены сзади системы то есть мы используем дополнительно накопительных баков дополнительный насос то есть своим протопом под давлением которые мы создаем после нашей системы мы обратно промываем очищаем данную систему следующая установка в принципе та же самое только с более большими мембранами естественно более большой производительности здесь у нас используется увидеть с левой стороны больше 8-дюймовые мембраны уже в трубах высокого удаления но здесь мы используем мембраны накопительный бак для того чтобы промыть нашими мембраны также сама не предназначен для децентрального водоснабжения ну естественно уже от 5 до 10 кубов я уже говорил это более большие установки то есть можно использовать данную систему фильтрации для очистки воды в каких-то децентрализованных системах в небольших поселках каких-то развитых станций где можно использовать достаточно для этой системы только подключение воды и электропитания больше ничего не надо то есть мы получаем практически обеззараженную кристально очистки воду единственное что необходимо учитывать опять же анализом воды не всегда получается если это разве какая-то станция идет здесь мы предлагаем перед системой фильтрации установить систему механической очистки воды как разу был вопрос когда можно использовать никаких условиях и так далее для того чтобы загнать воду на систему то есть на нашу мембранную установку и очистить его необходимо опять же знать один критерий самый важный что вода которая поступает она должна быть загрязнена не более чем на 200 микрон то есть если 200 микрон мы можем очистить свободно до 0,02 если вода у нас более более грубые частицы более крупные частички то пожалуйста используйте или механическую очистку дополнительно обратно пронувные фильтра также у нас все четыре стоят не можно 100 микрон не поставить предварительно но система кольца фильтрации справляется с водой которая имеет загрязнение до 200 микрон если более 200 микрон будет загрязнена вода то естественно у нас будет очень часто вода завиваться система будет часто выходить в промывку она будет практически режим промывкой по несколько раз в день работать поэтому для того чтобы нормальном режиме хорошо работала основной параметр для систем ультрафильтрации это содержание воды не более загрязненность воды не более 200 микрон после этого как очистили воду до 200 микрон можно свободно заходить на систему фильтрации от фильтровых воду до скажем питьевого качества то есть мы убираем всю обеззараживую воду я уже говорил бактерии у нас грибки и так далее так далее полностью задерживаются на как раз на этих ультрафильтрационных мембранах ультрафильтрацию многие слышали многие знают что даже в домах продают системы с обратным воздухом или с ультрафильтрацией так что никогда не надо подать ультрафильтрации тоже мембранные технологии но это ультрафильтрации обратный осмос это уже немножко другая система при чем на систему ультрафильтрации вы можете подавать воду с хлором то есть без зараженную воду какую-то и предварительно обеззаражен и воду и мембраном ничего не будет то есть мембраны работает в практически нормальном режиме без каких-то изменений если же вы используете подадите хлор на обратно с магические мембраны вот через определенное время они просто на постовой встроя поэтому система ультрафильтрации не боится ни кисло ни шелочной воды и не боится из инфицирующих растворов то есть можно свободно подавать воду определенным содержанием хлора итак посмотрим схемку общую как это все работает опять же с левой стороны мы видим подачу воды из колодца я уже говорил механическую фильтрацию мы используем до 200 микрон можно ставить механических 100 микрон это еще лучше будет чем тоньше чем больше грязи заберете здесь на предварительном фильтре тем дольше будет наша система работать между промышками естественно тем меньше будет выбросом воды в канализацию и реже будут происходить промышки и так вода поступает у нас датчики давления на входе на выходе которые у нас как раз и определяют уровень загрязнения наших мембран вода поступает на мембрану отфильтровывается и идет дальше непосредственно в систему накопительный бак или непосредственно потребитель вот здесь сверху стороны я уже говорил мы имеем специальный компенсационный капитный бак бачки для того чтобы иметь чистую воду очищенную воду для промывки мы не можем грязной водой промывать мембраны потому что мы в обратную сторону мы промываем с чистой стороны я уже говорил внутренне и наружная система то есть мы вовнутрь и загоняем грязь в наши трубки грязь отфильтровывается или содержится в этих трубках спагетти как я говорю и отфильтрованная вода уже поступает непосредственно систему при включении обратной промывки мы из наших накопительных компенсационных бак вот сверху здесь два нарисованы мы чистой водой небольшим количеством в обратную сторону дуэль то есть мы на стенке наших трубок начинаем продавливать и грязь помощью системы сброса в канализации выбрасывается непосредственно в канализации то есть про чистили промыли обратно включили система работает система я думаю очень простая раньше у нас были аналогичные системой на раньше установках мы сейчас мы сделали так чтобы было более-менее удобно использовать непосредственно привезли причем все установки они уже собраны в готовом комплектации единственное что надо сделать это собрать ее в разобранном виде поставляется ну не так частично в разобранном виде и запустить в работу вот здесь как схема нарисована большом квадратике в таком комплекте такой комплекса но поставлять из того маленькие системы поставляется уже полностью собранный не в отдельном виде а уже готовы то есть мы сокращаем время монтажных работ время пусконаладочных работ так как система уже собрана испытана и готова к эксплуатации мембраны ультрафильтрационы у нас заполнены специальным раствором который позволяет консервировать до 6 месяцев мембраны то есть ничего страшного не будет с мембранами они будут находиться в растворе ничего с ними не произойдет зачем мы добавляем данный раствор для консервации мембран для того что когда мы испытываем наши установки мы прогоняем уже через них вода то есть туда уже попала вода и неизвестно какие в этой воде там бактерии были и так далее если вода останется и будет стоять там 4-5 недель то естественно начнут обрастаться бактерии поэтому прочищаем воду перед тем как отправить клиент продуваем воздухом дополнительно и все равно какие-то частички воды останутся там мы загоняем раствор который позволяет нам законсервировать и обеззаразить наши мембраны до ввода в эксплуатацию минимум 6 месяцев там до года практически с этими установками ничего не будет можно даже угодно подождать бодом эксплуатации после этого приводим достаточно просто промыть два-три раза и использовать уже непосредственно в эксплуатации для подготовки качественной чистой воде название опять так же самое две системы sb я уже говорил и м а естественно число сзади стоит также две тысячи значит два куба 10 тысяч значит 10 кубов или 2000 литров соответственно 10 тысяч литров в час первоначально ультра как и было ультрафильтрация думаю все понятно кроме этого у нас для утра лики используется фронтальная панель выводная красиво программирование с 7 полностью автоматически интеграционный тест используется мой мануальный интеграционный тест можно сделать для сервиса в случае сервисного обслуживания для промывки мембран через год там через два года можно использовать сип мойку компенсационный бак для предотвращения гидроударов и буферная емкость для непрерывной подачи воды во время промышки то есть если промышка у нас включается мы используем дополнительную буферную емкость которая позволит во время промышки подавать непрерывно воду то есть система подачи гарантированно без перебойно чистая отфильтрованной воды предназначение фильтрации всех не растворенных частиц ультрафильтрации уменьшение мудрости и удаление микроорганизмов вирусов и бактерий степени очистки ультрафильтрации как и всех ультрафильтрационных установки я уже давать 0,02 микрометра обратная промышка расчисляется у нас всегда очищенной водой и стройной мембраны накопителя также предусмотрим подключение сип мойки отводы для интеграционных тестов манометр для контроля воды на входе и выходе то есть по разнице давлением определяем загрязнение есть в мембранах или нету и при необходимости происходит автоматическая промышка и естественно я уже говорил эта система полностью автоматизирована то есть присутствие технического персонала при эксплуатации обслуживания у нас не требуется включили и там ну конечно раз в день надо зайти посмотреть там все ли работает все ли правильно ну технический обход это по всем установкам и так вкратце подведем сегодняшний наш итог немножко быстренько мы но я думаю было достаточно информативно это первая новая установка это фермалик левой стороны вы видите удаление железа марганца аммония повышение уровень ph а также удаление сероводорода то есть комплексная система безреагентная что очень немаловажно на сегодняшнем этапе не надо заморачиваться размешивать калия или искать реагент для понижения или повышения уровня ph реагент для связывания улица рода не надо использовать дополнительно дозирующий насос то есть поставили эту систему и мы практически удаляем 5 ненужных компонентов или работаем с пятью компонентами которые мы можем долить следующая система это фильтр лик но это обыкновенный стандартная фильтрация насыпные фильтра многослойная засыпка или в зависимости от качества воды или для улучшения вкусовых качеств мы можем засыпать туда или кварцевый песок или активированный уголь или же смешанные системы смешанные засыпки различные в зависимости от входной воды и третья система это ультралик это система ультрафильтрации есть на картинке маленькая система двух кубов естественно ультрафильтрации у нас очистка от бактерий вирусов и различных механических загрязнений степень очистки но целых я уже говорил но целых две сотых микрометра итак я думаю сегодня мы быстренько прошлись наше время подошло к концу всем всего хорошего желаю всем здоровья благополучия увидимся на следующем вебинаре 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 Продолжение следует...